Дорогие соседи, я тоже живу в южном округе, район Нагорный. У меня такое впечатление, что на московскую землю пришла большая беда в виде Сергея Семеновича Собянина. Значит, вот здесь строительство. У нас недалеко от Варшавского шоссе построен торговый центр Гудзон. Вот почему я сюда пришла, потому что я наблюдаю за тем монстром, который выстроил Сергей Семенович Собянин в виде Гудзона. Там также около этого Гудзона есть парковка или перешаточный пункт, как он его называет, не знаю. Но это ужас. На него смотреть, прям вот создает внетущее впечатление. Это какая-то конструкция металлическая, которая сделана из бетона и смотрится она ужасно. Причем, хочу заметить, если бы она была заполнена машинами, ничего подобного. Вот сколько я проезжаю мимо на трамвае, я все время вижу, что это место пустующее. Для чего строят эти монстры в Москве, не знаю. Вообще деятельность Сергея Семеновича Собянина больше возникает вопросов, чем он дает ответов на нее. Для чего он это делает? У меня, например, одни вопросы. Во-первых, посмотрите, пожалуйста, все под свои ноги. Что вы видите? Вы видите чищенные тротуары? Нет. Мы не видим чищенных дорог. Мы не видим чищенных тротуаров. Мы видим засыпанное реагентами все. Даже на сухую землю. Даже когда тротуар сухой, на него сыпят реагенты. Что мы видим сейчас? Месиво поднования. По-другому я это не могу никак назвать. По-другому слову я подобрать не могу. И что нам устраивает Сергей Семенович Собянин? Он нам устраивает комфортные условия за наш труд, за наши деньги. Ничего подобного. Ничего этого мы не видим. Мы видим бесконечное строительство. Бесконечное. Я не знаю, для кого строятся эти дома, если в Москве уничтожены все рабочие места. Если в Москве закрываются фабрики, закрыты уже. Фабрики, заводы. Даже филиалы электростанций. Даже до этого добрались уже. На этом месте строится развлекательный центр. Я не пойму, Москва это что, цирк? Тут всегда жили трудовые люди, которые работали, зарабатывали деньги, учили детей. Сейчас делают какой-то цирк, сплошной развлекательный комплекс. Один сплошной. Где люди будут зарабатывать деньги? И для кого строятся эти дома? И кто эти дома может купить, эти квартиры в этих домах, если у людей нет денег? Я не вижу ответа на этот вопрос. По поводу реагентов. По поводу реагентов это вообще страшная вещь. Потому что эти реагенты, когда сходит снег, собираются и сцепаются на наши газоны и на наши земли. Что вы думаете? Это что, удобрение? Я не думаю, что это удобрение, потому что засыхают зеленые насаждения. Всегда говорили, что зеленые насаждения в Москве это легкие москвы. А тополя режут все. Тополя, ладно. На этом месте можно построить, посадить другие деревья, допустим, липы. Но никак не пластиковые сакуи. Которые под солнцем тоже будут разлагаться. И мы будем дышать этими газами. Разложившимися. Ну вот, в принципе, я тебе даю, я оценила деятельность Сергея Семеновича Собянина. Теперь у нас предстоят муниципальные выборы. Я прошу всех идти на эти муниципальные выборы и проголосовать за всех, кроме партии жуликов и ворот, которая называется «Единая Россия». Еще я вас хочу попросить. Участвовать в этих выборах, чтобы не было никаких фальсификаций. Я вас хочу попросить всех, чтобы вы обратились в отделение КПРФ и приняли участие на этих выборах в качестве наблюдателей. И в качестве работников на выборах есть совещательный голос, решающий голос и наблюдателей. На каждом избирательном участке должно быть не менее трех человек от альтернативной партии. Потому что это захват. Я, например, чувствую себя, живя в Москве сейчас, под оккупацией. Правильно. Все, спасибо, товарищи. Ура! Че ура-то? Плаку надо. Татьяне, спасибо огромное. Тоже хотел поднять проблему реагентов, потому что по городу не проехать, не пройти невозможно. Вы находитесь в какой-то грузевой луже непонятного химического состава. Дети все начинают кашлять, обостряется астма. Интересно, нас прямо убеждают, что это экологически безопасно. Чуть ли не лучше соли. Но надо, потому что, кто говорит, что это лучше соли. Дайте на карточку, какие-то герунды. И пусть ест тогда, а стал лучше соли. Срок представляет со второго секретаря Кузнегладейского местного отделения Сергеева Николая Владимировича. Добрый вечер. Я являюсь секретарем Кузнегладейского местного второго райкома. И являюсь руководителем партийной организации «Братиль». То есть мы и ваши соседи. И у нас точно такие же проблемы, как и везде, и у вас, и у других. Точно так же у нас и дырят, и затымляют все. И так же платные парковки, которые у нас построили, да, сейчас везде. Хотя до этого было сказано, что платных парковок вообще дачи Сокрового кольца не будут, да, существовать. Сейчас это не пошло до того, что собираются на дворах сделать платные парковки. То есть поставить свою вещь, надо заплатить. Деньги так же, куда эти деньги идут, неизвестно. Для чего это все делается? Это опять в карман управление. То есть для нас, для вас, и не для кого это ничего не требует. В переклиниках то же самое. Вот сейчас уже как бы в госпитале принимается закон, или уже приняли, я еще пока не знаю, да, по поводу того, что будут платные медицинные платы и школы как. То есть вот два урока русского языка бесплатных, да, а если больше получается, четыре урока, то за остальные два уже надо будет платить деньги. То есть дети бесплатно учиться уже не будут. Тоже самое клиниках. Подвините, приходите, короче, в доме новое, будете платить деньги. И все к этому видео, ничего это ведет, что физически все к этому, да. Значит, начнем по поводу этих транспортно-кресочных углов. То, что их строят, понятно, что они просто все, да. Помимо этого, тут строится доставница, да, естественно, потому что это пересадочная возна. Здесь люди будут приезжать, будут отдыхать, будут день-три проводить То есть это опять к чему будет? Потому что здесь начнется бардак в районе Здесь вот так улюбилась всякая То есть до концов потом мы не найдем, конечно Человек приехал, уехал, не зарегистрировал И ничего не будет, чтобы кто-то сделал, затворил и опять уехал То есть примерно будет вот такого плана Конечно, мы все против этого Я думаю, что вы тоже самое будете против этого Далее, что хотелось бы еще добавить Помимо этого, у нас стоит нормально, машина на дворах людям сейчас нельзя И да, потому что везде платная парковка Подъезжаешь, в нужный раз в магазин куда-то поехать, машину поставить нельзя по-человечески Естественно, приходится идти пучком Пустим все эти сумки на себе А вот сейчас вот сделали плату Сейчас еще во дворах идут И все машины будут туда закатываться И поставить будет нельзя абсолютно Ничего Отвести, чтобы все против Как будто Я думаю, что вполне достаточно сказал, что мы будем поддерживать Дальше, в дальнейшем, чтобы вот этого у нас не было В районах будем добиваться Спасибо 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 Что в этом году приняты два законных Гражданам даже не оповещают Среди информации широко Это же Не слышно